Всем привет, дорогие наши подписчики! С вами я, Гюнель, и это пятничный кинемарафон ОК Ньюз. Дэвид Духовный, заводи музыку! Квинтэссенция крутости. Электроник Арц и Респонд опубликовали новый кинематографический трейлер сюжетной кампании Titanfall 2. Ну что тут скажешь, пафосы и беготни в нем через край. Пилоты доминирующая сила на фронтире, а в союзе с Титаном их мощь становится несравнимой. Связь пилота с его Титаном есть то, что отличает пилота от обычного пехотинца. Прочувствуйте это в сюжетной кампании Titanfall 2 уже 28 октября. Игра, кстати, отправлена в печать. Годами АМС разоряла и опустошала наши земли, загрязняла и уничтожала наши планеты, убивая нас за попытки сопротивления. Несмотря на недавние победы на Деметрии и за ее пределами, до победы над АМС нам еще далеко. Я, стрелок ополчения, сражаюсь за свободу фронтира. Впереди долгий путь, прежде чем я стану пилотом. Но когда этот день настанет, я надеюсь быть достойным. Не забываем про PC-геймеров. Steam Controller и Steam Link получат специальные фирменные расцветки в стиле игр от компании Valve. Также стали доступны новые аксессуары. Джеймс Франкл и Брайан Крэнстон во втором официальном трейлере комедийного фильма «Почему он?». По сюжету глава семейства вступает в противостояние с молодым и богатым парнем своей дочерью. Ура! Джей Джей Абрамс официально подтвердил, что в данный момент он работает над фильмами по играм Portal и Half-Life. На следующей неделе я поеду в Valve, чтобы трясти некоторые вопросы. Так что я надеюсь, что анонс случится довольно скоро, сказал Абрамс. Новый официальный скриншот и вампир. Филипп Мора, геймдиректор студии Don't Not, сообщил, что в бою игрок сможет использовать и холодное, и огнестрельное оружие. Также в игре будет доступен ряд различных специальных умений. Релиз назначен на первую половину 2017 года для PC, Xbox One и PlayStation 4. В сольном фильме про Черную Пантеру появится новый злодей. Gamezone Baku сообщает, что еще один злодей серии комиксов про лидера нации Ваканда присоединился к фильму в лице актера Уинстона Дюка. Уинстон, известный зрителем по своей роли криминального авторитета Доминика, в поле зрения сыграет Эмбаку, большего известного как Человек-обезьяна. Впервые введенный в комиксы Марвел в 1969 году, этот персонаж был соратником и лучшим бойцом Чаллы, однако позже он присоединился к культу Белой Гориллы, с помощью которого обрел новые суперсилы и пытался свергнуть лидера своего народа, чтобы самим занять трон. Кроме него в Черной Пантере появится Майкл Б. Джордан, утвержденный на ролике Лмонгера, и Энди Серкис в качестве Улис Кло, которого мы уже видели в одном из эпизодов «Мстителей. Эра Альтрона». Кроме того, в съемках фильма примут участие Лупита Нионга и Данай Гурира, которые помогут Пантере в его борьбе и поддержат в нужный час. Премьера запланирована на 16 февраля 2018 года. Город Лос-Анджелес объявил 28 октября официальным днем Стэна Ли. Это будет официальный городской праздник в честь легендарного сценариста и автора комиксов. Давайте его тоже будем праздновать. Будет небольшой традицией фанатов комиксов. Отпраздновали 28 октября, день Стэна Ли, а там через пару дней и Хэллоуин сразу. Новое фото со съемкой Лиги Справедливости от Зака Снайдера. Судя по старибордам на планшете, Дэв Строк так и появится в фильме, да еще и с Лютером. Веселый ролик, как обычно, поможет срать пятницу на 100%. Миссион «Силфе»! Миссион «Силфе»! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok